здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я века сегодня мы будем вязать мужскую шапку по вашим просьбам девчонки я откликаю на ваши просьбы из комментариев скажу честно идею посмотрела в hnd саму макушку мужской шапки сначала посмотрела на сайте потом пошла в магазин по заглядывала сейчас показываю вам так что идея ворова пиццы 2 миллиметра вязать будем в круговую можете взять насочные если вам удобнее вязать на насочных спицах возьмите насочные чтобы вязать в круговую я буду пер перетягивать нитки тонкие нитки за 50 у меня в шерсти акрил метраж у меня там 380 метров 100 грамм а тоненькие ниточки петли набираю вот таким вот способом набираю всего 144 петли смотрите внимательно первые две как обычно потом меняем просто этот способ видите один раз с этой стороны второй раз меняем и захватываем внутри эту нить и отсюда этим способом просто очень хорошо смотрится край с резинкой 2 на 2 поэтому я его и выбрала так набираем 144 петли видите она получается что петли разделены по 2 петелечки вот такими секторами набираем так вот они мои 144 петли вот видите этот спор видите как этот способ разделяет по двоечке по 2 петли первый ряд я вижу резинкой надо 2 на 2 я не знаю кто-то соединяет с первого ряда я почему-то соединяю со 2 так вижу резинкой 2 на 2 вот смотрите чтобы эти ячейки как бы 2 по 2 петли у вас как раз и было чтобы они не были разбиты тогда она получается красиво вижу до конца ряда вот смотрите довязала я до конца ряда у меня получилось 2 лицевые и последняя изнаночная 1 это правильно потому что 2 у нас будет вот здесь вот где я первую петлю сняла если бы я не сняла у нас тут было 2 изнаночные теперь я делю на пополам и соединяем вот здесь вот следим чтобы он не перекрутить видите чтобы все у нас было на 1 лиг изнаночная вот последняя и первая изнаночная так потом я немного провяжу потом продену вот эту ниточку зафиксирую краешек далее я вяжу резинкой узору резинкой 2 на 2 по кругу вверх уже далее ничего как чулок мы его вяжем вот эту часть и все продолжаем вязать основную часть вот это я потом покажу как я заделал единственное следим чтобы у нас здесь не было перекручено чтобы все было вот эту часть вы пожалуйста я вам сейчас измерю сколько я связала ну уж понимаете головы у всех разное у меня здесь 18 сантиметров регулировать мы это можем отворотом соответственно и длиной вот этой вот части ширина в спокойном состоянии у меня 16 то есть его 32 сантиметра но соответственно это же резинка 2 на 2 девчонки смотрите такая она она тянется на любую гола так что что касается ширины я думаю все нормально здесь а вот глубину до вот этих сокращений вы определяете сами как мы как можно определить вот на мой взгляд возьмите любимую шапку мужа или вашего мужчины или вашего ребенка либо на голове вот соответственно то то место вот вы же если вы вяжете вы понимаете где то место где уже нужно сокращать то и где шапка должна нужно ровная а где ее нужно сокращать сейчас пока я вам рассказываю видите я вам затягивая затягиваю эту заканчивают наш заканчиваю здесь на этой стороне потому что будет отворот и вот это вот будет у нас изнанка кем меряйте на голову либо на шапку вот где его на шапке начинаются сокращение или сужение на там начинаете вот эти вот сокращение далее у нас 144 петли которые я делю на четыре части вот видите четыре равные части 3 по 36 петель у меня здесь маркер я видите отсчет шел от как бы за основу я брала вот эти две две лицевые петли и между ними ставила маркер и от него вела отсчет чтобы все четыре маркера у меня были между вот этими лицевыми петлями потому что они у нас будут ведущие вот сокращение сейчас я вам покажу стандартные сокращения для всех шапок даже если вы наберете меньше или больше петель вне зависимости от этого вы делите все вязание на четыре части и вот поведу я желательно вот смотрите до чтобы ведущая было нежелательно надо чтобы вот эти две петли были ведущие они у нас остаются как бы красивые так теперь что я делаю нам нужно поменять местами вот эти две петли то есть лицевую я ставлю поверх вот этой вот которую я закрываю и провязываю 2 вместе вот они то есть нам нужно добиться того чтобы эти лицевые две лицевые петли не были перекручены и и смещенные каким-то образом нам нужно чтобы они были красивые и вот эти воды и вместе провязываю то есть неизменными у нас остаются вот эти две петли а убираем мы по по сторонам от них и слева и справа еще раз показываю смотрите вторую ставлю первую вторую меняем местами вторую ставлю поверх 1 и провязываю 2 вместе переснимаю маркер вот это вот просто меняю вот так вот чтобы красивая была косичка и провязываю тоже 2 вместе повторю видите я лицевую петлю вяжу не за заднюю стенку а за вот эту вот переднюю поэтому я ее перевернула чтобы лицевая петля была ровненькая не перекручена так делаю еще два раза вот такие вот сокращение потом встречаюсь с вами так все правильно сделала 4 сокращение девчонки вот здесь вот рекомендую вам повесить еще один маркер допустим маркер еще допустим розовый или другого цвета здесь вы обозначить и начало ряда чтобы не путаться да вот раз два три четыре мы сделали сокращение потом поставьте маркер вяжем ряд без изменений просто по узору потому что мы вяжем в круговую поэтому нам нужен изнаночный ряд да у нас его нету поэтому вяжем один чистый ряд без изменений потом мы снова делаем 4 убавления потом снова ряд вяжем без изменений и так вот продолжаем пока у нас не уменьшится вот эта макушка доме не показывает промежуточный результат девчонки видите что хочу сказать я уже переодела один маркер я оставила потому что если я тут как я поставила видите между этими петлями здесь получилось за такой пара ну как бы вытянутая кусочек ниточки как бы протяжить не такое она красивая как мне хотелось бы вот они мои сокращения видите они вот так вот сходятся за счет того что у нас идут центральные две петли и еще немного я провяжу маркеры я уже посередке убрала потому что все уже в принципе видно я надеюсь что этот дефект у меня исправит стирка я постираю разложу и вот это разойдется а вы девчонки чтобы этого не было лучше маркер не одевайте знаете что опасами посоветую просто возьмите вот маркер оденьте вот так вот просто обозначить эти ведущие как петли вот здесь вот под ними и вы будете видеть что здесь вам нужно сокращать все когда у вас осталось между вот этими ведущими полосками по 2 как бы лицевые вот эти полоски и соответственно здесь уже вот это последняя лицевая у вас сокращена осталось 2 изнаночные теперь мы переходим на довязывание макушки первый ряд мы провязываем по 2 из на все изнаночные петли при этом лицевые вяжем нормально просто провязываем уже мы не делаем эти четыре сокращения вот эти вот мы просто провязываем по 2 петли все изнаночные петли давайте пока я скажу я вам немножечко расскажу свое скажу свое мнение скажем так так что хочу сказать по поводу этого способа вязания девчонки вы его можете приспособить на любые нитки и толстые и тонкие то есть рассчитывайте объем головы по плотности вязания можете взять толстые нет резинка 2 на 2 посчитали резиночку чтобы у вас было чтобы у вас выходила на резинку 2 на 2 вяжем не обязательно это сто сорок четыре петли у вас может быть свое количество петель далее провязываете высоту нужное нужную величину делайте макушку точно так же как как здесь я вам объясняла делите на четыре части и начинаете сокращать по обе стороны от этих ведущих петель так теперь один ряд мы вяжем без изменений как бы изнаночные да так что еще хотела сказать по поводу наших любимых мужчин потому что мы что-то их обижаем девчонки напишите в комментариях чтобы вы хотели еще для мужчин связать мне вот интересно что для вас актуально а вот что хотела сказать вот этот снуд который я выложила недавно который у меня многоярусный он цветной но цветной потому что я взяла такие неудачные нитки девчонки я вам хочу сказать что вот этот снуд он шикарно будет смотреться в черном или все в темно-сером цвете как мужской вариант вот кто носит куртки без капюшона мужчины вот такой вот шапку этот снуд и будет вообще вообще супер вот этот много многоярусной и шапку шапку эту тоже можно носить несколькими способами сейчас я сюда в накид покидаю вам пару фоток чтобы вы понимали то есть можно делать отворот больше и меньше это вы регулируете при при вязании до вот этого места можно носить вообще без отворота то есть по моему мнению это супер универсальная идеальная шапка мужская и не надо ничего выдумывать качественные нитки и шапка готова на мой взгляд вот поэтому радуем наших мужчин тоже не только носками но еще и шапка из снуда так следующий ряд сейчас я провязала без изменений теперь мы будем провязывать по две вместе лицевые петли петли все лицевые петли я буду провязывать по 2 вместе только я их буду поворачивать чтобы лицевая была посимпатичнее потому что я при провязывании их поворачиваю ты здесь провяжу вот видите она уже собирается в красивую макушку прекрасно если вы выберете помягче нитки и будете ее как бы будет она носиться как шапка бенни прекрасно она уложится только на шапку бенни нужны мягкие нитки чтобы она хорошо ложилась так и последние девчонки ряд видите уже совсем у нас мало вот это сниму такая вот макушка еще соответственно она разровняется после стирки она говорит тем более она растянется и будет прекрасно смотреть соответственно этот способ нужно применять как и женские ничего страшного не случится теперь я лицевую и изнаночную провязываю вместе по 2 и это будет последний ряд здесь я уже затягивать не буду потому что мне придется эти петли стягивать все это мое последнее действие теперь я даже не буду использовать иглу я это все сделаю крючком вы можете хоть и глухой крючком как машину то есть я переснимаю все петли на крючок а потом через них протягиваю нить теперь еще я это все дело продену на изнанку потому что здесь у нас видите как некрасиво то есть здесь у нас есть лицевая и изнаночная сторона так что следите за этим так и стягиваем так как петель мало стягивается очень легко не надо больших усилий все мои хорошие смотрите какая макушка классная вообще сидит эта шапка бесподобно потому что резинка есть резинка и никуда и она в любом случае для шапок она самая классная вот отворот тоже но если вы хотите больше меньше отворот вы это регулируйте вот в этом месте в начале вязания потому что потом уже конечно вы его уже не измените вот такая вот у нас шапка тянется резинка два на два соответственно мама не горюй поэтому любая голова сюда у нас влезет девчоночки вот а на этом все я ее еще сейчас постирать чтобы вот это улеглось она будет готова все мой хороший вот соответственно ее можно так шапку длине носить с вами была века школа рукоделия с вами прощаюсь всем пока пока